Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и сначала мне было как-то неловко снимать этот ролик, но если посмотреть на этих колбоев, которые стреляли в меня своими комментариями насчет сборки, спрашивая, что она будет на сниф, и так далее, я подумал, что действительно, поскольку есть спрос, то нужны предложения, и я решил рассказать про то, на какой я сборке играю, я думаю, что из названия ролика вы уже многое поняли, но это будет не так просто, потому что помимо данной сборки, я расскажу про некоторые фичи, как в этой сборке изменить некоторые интересные вещи, также покажу, как из этой сборки сделать еще большую конфетку, об этом все мы посмотрим сегодня в ролике, а пока что вот два человека, что получают по 100 рубасов, если ты хочешь так же, то просто подпишись на канал, напиши любой комментарий, поставь ролику лайк. Итоги были в следующем видосе, погнали! Если ты хочешь открыть свой сервер в сам крэмп или мта, то отличным вариантом будет bighost.org, это хостинг для серверов по низким ценам, а также там есть возможность автоустановки модов популярных проектов, ссылка ждет тебя в описании. И мне кажется, что здесь даже не нужно ничего рассказывать, можно смотреть, смотреть и наслаждаться этими пейзажами. Прелесть этой сборки заключается в том, что она сделана в духе дефолтной GTA-шки, здесь нет каких-то IGT-шных моделей, здесь нет каких-то INB, которые прям дико вырывают глаза, то есть там яркие или неестественные. Это как будто дефолтная GTA-шка, только года не 2004-го, а года 2007-го, 2008-го, которая специально сделана на таком вот старом движке. И не знаю, по-моему это максимально клево. И если отвечать, что это за сборка, это не моя сборка, это сборка DAPA. И в первую очередь я хотел бы выразить действительно огромный респект этому человеку, потому что я зачастую пользовался его сборками, в некоторые свои сборки добавлял те плагины, которые создавал он, либо находил в его сборках, и за это ему действительно огромный респект. Потому что я признаю то, что я донико не профессионал в собирании сборок, если вообще-то как-то абсурдно звучит. Кто ты? Я профессиональный сборщик сборок для сампа, пишите мой ВКонтакте, Бурбон Лайвит, но я думаю вы поняли о чем я. И я могу собрать сборку, даже ту, которая мне будет нравиться, но есть люди, которые намного больше меня прошареннее, которые знают про многие плагины для оптимизации. Огромное преимущество данной сборки в том, что она не крашет совершенно... Нет, признаюсь, пару раз было, что у меня вылетало, но это было очень редко. И если говорить про обычную игру, то вероятность того, что у тебя вылетит, крашнет, зависнет игра или что-то еще, она минимальная. И именно из-за этого, то есть уверенность, как это говорилось в завтрашнем дне, уверенность в том, что ты вот сейчас что делаешь, и тебя не крашнется игра. Ты можешь просто наслаждаться, не волнуйся о том, что в любой момент тебя может крашнуть. Потому что такие сборки у меня были, и некоторые из них даже собирал я. И если я не ошибаюсь, изначально в данной сборке не было одного плагина. И как ни странно, данный плагин сам сделал дапан, но он, по-моему, сделал его уже после. Это сиклинер, который чистит память. И зачастую именно из-за того, что память забивается, сборка начинает крашиться. Просто прописываешь CCL, и у тебя происходит такая вот секундная обработка, и все. И вот некоторые говорят, собери свою сборку. Я понимаю то, что лучше этого я вряд ли соберу. Вот так вот, например, смотрится ночь. Но она очень похожа, просто небо становится не таким вот желтовато-оранжевым, а вот именно таким вот синеватым. И в ней, как мне кажется, нет ничего лишнего, но в то же время есть много всего. Или как она смотрится днем. Все насыщенно и все естественно. Я понимаю, что, наверное, я говорю максимально абстрактно, но я думаю, что в сборке нужно не рассказывать, по большей степени, а показывать. И вы на протяжении огромного количества роликов видели ее в роликах, и могли уже сами заценить. Вот единственный минус, вот, наверное, что касается прессовки, это прессовка сампа. Здесь у нас стоит очень большая. И в некоторых моментах, да, действительно, есть такое, что мы смотрим сейчас, там, виден чинляд, понимаете, из ЛС. И, да, из того, что он далеко, особенно это виднеется вот в этом месте. Когда ты едешь по мосту, казалось бы, чинляд прогружен, да, и он виднеется отсюда прекрасно. Но есть некоторые аспекты, которые, ну, сами понимаете, такие. Это, да, недостаток, но мне кажется, что если посмотреть на все плюсы, вот на вот это вот. У меня некоторые спрашивали, как в этой сборке я изменил фист. Основная ошибка людей, которые в этой сборке пытались изменить фист, они заходят в моделс, заходят в хут, и тут уже подается что сделать. Но тут нужно просто зайти в мод ладерс и сделать это здесь. Также я хочу рассказать про охренительную программу, о которой, думаю, что не все знают, и кому-то это будет полезно. Называется она Magic TXD. Я скину ссылку на гайд с этой программы, чтобы вы смогли полностью установить ее. И знаете, в чем ее прелесть? То есть не нужно там подкачивать что-то и загружать и так далее. Мы просто нажимаем на хут, и у нас открывается сам хут. Находим здесь фист, и можем сами заменить на то, что нужно нам. Например, фист, который мне стоял до этого, Not Porn. Мне кажется, что неплохо заменить, и все. Все, сохраняем, и у нас теперь это заменено. То есть максимально все просто, и так можно менять все иконки. И сейчас начинается время экспериментов прямо на ваших глазах. На всякий случай я сделаю копию игры, потому что, зная меня, все может пойти не по плану. И есть просто охренительный и инбидный мощных ПК. Сначала мы все файлы кидаем заменой, если кто-то захочет сделать не на эту сборку, а на какую-то свою. И просто я ставлю архив, где есть фикс, который лично мне помог. Но также это не все, что нужно сделать. Мы закидываем фикс, и в фиксе говорится о том, что нужно открывать самп именно благодаря двум этим вот файлам. И я делал совершенно по-другому. Мы нажимаем win plus r, вводим regi.dits, переходим во вторую папку, здесь software, и здесь находим самп. После чего наш запуск мы меняем на enb, чтобы у нас запускался именно тот файл, который мы добавили. И после чего советую перезапустить компьютер, что и сам сейчас сделаю, и уже заходить в самп. Теперь нам осталось только развернуть самп, да, из того, что сборка тяжелая, как вы видите, процесс долгий, и вот я вот нашел на кнопку разворота, да. Какой GTA была, такой и осталось. Вот, я сейчас себя чувствую на уровне людей, которые там рассказывают что-либо рассказывают, а потом сами делают совсем противоположные вещи. Также, по-моему, да, вот вы понимаете то, что, возможно, если из сборки что-то удалить, правда я в душе не знаю что, то это заработает. То есть самый enb, как вы понимаете, не крашит, да, нормально работает. Здесь даже можно менять что-то, да, то есть если мы уберем, да, ничего не происходит, но мы как бы меняем. Возможно, в какой-то вселенной сейчас запустилась эта сборка, но, правда, я потом не знаю, чувак какой-нибудь там сидит такой, что, как, почему это работает? И мне кажется, что это явный ответ, почему я не люблю собирать сборки. Мне это нравится делать, но зачастую вот примерно так и происходит. Ты стараешься, стараешься, а потом бам и нихрена не работает. Мои предположения, мешать может Color Mode, Time Cycle тоже потенциально может на это влиять. Ну и мне кажется, что пока что достаточно, ибо что еще выкинуть отсюда, я не знаю. Давайте я сейчас буду пытаться заходить, и как минимум я пытался. Я правда пытался сейчас сделать что-то, чтобы это помогло и все заработало, потому что я-то хочу как лучше. И в одном уж я точно могу сделать как лучше, а именно помочь людям с началом игры на Diamond Roleplay Ember. Поэтому, если ты введешь мой промокод при регистрации на Ember, то лично от себя, при прохождении тобой начального квеста, я переведу тебе 250 тысяч. Это хорошая сумма, поэтому обязательно вводи промокодик Бурбон, проходи начальный квест, пиши мне ВКонтакте, и все будет клево. И момент истины. Друзья, по-моему, по-моему, что-то изменилось. Вы видите это, и да, дело было действительно в Color Mode и тайм-цикле. Правда, у меня не пылось, минимум, чтобы я ввел пароль. Но оно и к лучшему, теперь точно никто не узнает. А так, друзья, я действительно зашел. Это та же самая сборка, просто с клевым MB. Можно посмотреть сеттайма, как это будет выглядеть, скажем, полной ночью. Скажу честно, что это как-то морочновато, но, возможно, в этом и есть свой кайф. А если мы перенесемся в день на 12 часов, то, вау, просто красота. Да, ну, правда, посмотрите, уже сборка имеет совершенно другой вид. Мне пытаются продать гараж. Это максимально карикатурно, на что поделать. И также, если вы не против, я немного похвастаюсь. Я сам добавлял F-скин. Если вам не важно, какой скин видят другие игроки, то вы сами можете поставить любой скин, и он у вас будет. Я не думаю, что это запрещенная программа, потому что она никак вам не мешает. И вы просто ставите себе визуальный скин и бегаете с ним. Но, смотрите, в чем главный апрель. Я не этим хотел похвастаться. По-моему, 25-й, нет, 30-й. Да, посмотрите на этого молодого человека. Со спины кажется, что какой-то непонятный чел. Но, если мы сейчас развернем его другой стороной, то как вы думаете, кто же это может быть? Та-дам! Всем привет, друзья, и вот такой вот скин у меня есть. И мне кажется, что он даже сойдет за какой-нибудь скин байкера. Правда, такого, знаете, юного байкера, то есть не до такого проспекта. Правда, я сейчас подстригся, и у меня волосы в жизни намного короче. Но, а что поделать, это, знаешь, как память о том, что у меня было. Друзья, появилась новая миссия, поэтому давайте сейчас затестим сборку. Просто в первой части обновления я забыл сказать то, что была увеличена сумма за квесты, чтобы у людей было еще больше стимулах проходить. Поэтому, если раньше нам давали по примерно 7 тысяч или около 8 бриллиантов, посмотрим, сколько сейчас. Да, посмотрите, и правда, сюда приезжают и копы, и это пользуется спросом. Я уже вижу очертания города, и может, сейчас мне повезет. Из такого ракурса сам просто выглядит как-то неузнаваемо даже. Вот это игрушка, в которую мы все с вами играем. Самое интересное, что за выполнение медали точно так же 8к. Тогда я не знаю, каким образом увеличены награды за квесты, если она такой, какой была, примерно такой и осталось. Это странно, но если говорить про цель нашего эксперимента, то есть я и прыгал в детал, и там большая дальность перерисовки была, и все работает прекрасно. Поэтому сборочка эта просто, как мне кажется, идеальная. И суть в том, что она подходит и для слабых ПК, вы сами видели первую версию, и для мощных ПК, где добавляется просто инбишка, а все остальное остается таким же. Поэтому я надеюсь, что оно вам тоже понравилось. Если так, то поставьте лайк этому ролику, не забудьте перейти на канал DAP. Все ссылки на сборку и все остальное есть в описании, можете пользоваться. А на этом все, и надеюсь, что теперь вопросов не будет, что сборка, и все в этом ключе. Поэтому, друзья, спасибо большое за просмотр, с вами был Бурбон, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!